Какие книги читает Оксимирон? Секреты текстов... Секрет текстов Оксимирона! Сейчас, не знаю, мы берем просто два слова. Вода и Елизавета. Манда и карета. Вот так рифмуем, и у нас получается все слито и круто. Понимаете, отсылка на Елизавету, во-первых. Ну, на саму Елизавету. Павловну, видимо. Плюс к этому у нас еще добавляется еще и рифма. Вот так пишет свои тексты Оксимирон. Секрет раскрыт. Здравствуйте. ...и рэперы. У простого обывателя, считающего данных музыкантов недалекими людьми, эти два понятия никак не вяжутся в одно целое. Однако, если покопаться в смысле текста, некоторых рэперов можно найти... Да-да-да, особенно Оксимирона прям. Скажи про риторику Аристотеля, вроде крутая книжка, сделающая тебя доктором Хаусом с Талевелла, что не так удача, что не так, все нормально, хорошая книжка-риторика. Интересные отсылки и сравнения с литературными произведениями. И когда заходит речь о связи литературы... Как срифмовать Тевтельки и Полина? Фрикаделька Чиполина. Что? Тебе нет, не предлагали. И русского рэпа сразу приходят на рунг, Правосток, ATL, Toach Company, Oxi, Ленина Пакет, Си Доджи, Бабангиды, Руставели и многие-многие другие. Чтобы красиво и интересно сплетать рифмы в узоры, нужна хорошая фантазия. Хорошая фантазия прям вообще нужна невероятно. Это же не просто так, что мы берем любые два слова, ну, например, не знаю, в личном кабинете, а потом рифмуем другие два слова. Отличном, в отличном кабриолете. Ну, все. Это же не так работает, да, на самом деле? Кто-то получает вдохновение от окружающего мира, кого-то мотивирует любимая девушка, а кто-то расширяет границы своего сознания с помощью... Да, 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 там очень много метафорок Симирона прям. Прям эти метафоры просто прямым текстом даются, а после вот такой, той самой страшной, какой-нибудь странной метафоры, вот, замечательной, глубокой, знаете, что идет? Просто строчка, которая прибивается по рифме, все. Вот вам и все метафоры, друзья. Оксимирон очень дешевый автор, очень простой и очень примитивный, как бы, ну, лол. Это как бы лол-кек, смешно. Кровосток не слушал особо. И как вы уже поняли... Читать с риторики Аристотеля не стоит, это скорее обзорная работа. Из названия этого... Или лучше категории, как первое произведение Аристотеля, лучше метафизику. Видео, сегодня речь пойдет о боксе. Он закончил Оксфорд по специальности средневековая английская литература. Записал альбом Горгород, шум от которого все еще не стих. Ой, да, Горгород прям вообще гениальная, просто антиутопия. Никто тогда, такого никто не писал. А вдруг опять... А представители искусства считают эту работу полноценным литературным произведением. Да, да, да. Полноценное литературное... Никогда такого не было, и вот опять... Только в аудиоформате. Мы постараемся... Никогда еще в аудиоформате, кстати, никто же не пытался тексты составлять, ну, то есть песни прям целые, да? Нет. В самом деле нет, блин. Надо понять, какие книги предпочитает сам Мир... Сочинять хоку и хайку на русском языке это за шквар, там техника привязана к иероглифам. Когда вы переводите это на русский язык, получается немножко иначе. То есть у нас по слогам мы это разбиваем. И у нас получается, в общем-то, если мы следуем технике составления хоку, это вроде бы 5 слогов, 7 слогов и опять 5 слогов. У нас просто намного меньше смысла получается в высказываниях вот такой размерности, чем у азиатов. Кстати, ты сам какую музыку слушаешь? Ну, разную. Комментарий Горгород, полноценное литературное произведение, правда, Оксимирон не полноцен. Да не, ну он очень простой, ну, блин, ну там вообще как-то все примитивно. Изи, написавшему инструментала специально для этого видео. Первый альбом Короля и Шута более концептуальной антиутопии. Кстати, Короля и Шута я мало слышал, поэтому ничего говорить не буду. На своем канале он показывает, как сделать минус того или иного трека. Например, в последнем видео он сделает... Александр, можете топ-3 своих антиутопий? Я не то, чтобы большой читатель жанра антиутопии. Цунадо, поэтому знаете ли... Поэтому знаете ли... Вряд ли я вам смогу его подкинуть. Это будет что-то очень попсовое. Делал минус на «Где нас нет». В общем, кому интересно, ссылка в описании. С самых ранних лет... О, какой милый. Он ощущал себя одиноким с... О, да. С самых малых лет он ощущал себя одиноким. Сталкивался с непониманием и неодобрением со стороны общества. Ой, какой он, какой он не такой, как все. Прямо утю-тю-тю-тю. Какой он с неодобрением со стороны общества сталкивался. У всех одобрения у него неодобрения. И зачастую, чтобы скрыться от этих переживаний, он погружался в мир книг. Спасибо, Горилла, спасибо. Спасибо, Горилла. Большое спасибо. Жалко, что не можешь с нами просидеть. Ну, еще раз вернемся. Еще раз вернемся. Опять куир-философе. Интересно. Ник, создавая вымышленные миры, где все хорошо и... Вот, ребят, просто и получится, что это будет 1984 Орвелла, не знаю... Новый мир и еще чего-нибудь сверху попсов. Я просто реально мало читаю. И нет проблем. А помогали ему в этом такие люди, как Эрнст Гоффман, по мотивам сказки... Ой, да, он прочитал Гоффмана, молодец. ...второго был создан Щелкунчик. Автор симфонии. А где у, не знаю, где у, в общем-то, у Оксимирона отсылки на Щелкунчика? Художник, почти на... Ой, это Дивный Новый Мир или как там там называется? Все свои произведения, сам рисовал иллюстрации. А также несчастный человек, ибо в нем была раздвоенность немецкой культуры, конфликт романтизма, мечта которого недостижима. Эдгар По. Без него невозможно представить современный детектив, мастер страшных рассказов, таинственный, загадочный. Прославившись на весь мир, он жил и умер в полной нищете. Окей, окей, окей. Вот, беспокойство, повод не вижу. Даже если ты прыгнешь выше головы, как кибанный кот в рассказе Эдгара По, ты все равно на голову ниже. О, отсылка на Эдгара По. Он гений. О, о, да. Да, 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 да. Ну и Гоголь, я думаю, в представлении не нуждается. Именно эти три абсолютно разных писателя оказывали наибольшее влияние на Мирона в детские годы. А значит, уже тогда у него была тяга к мистике, мракобесию, постоянному самокопанию и макабру. Чуть позже он пришел к Говарду Филлипсу Ловкрафту. Его называют наследником Эдгара По. Он и сам не скрывал, что вдох... Оксана лбом может орехи холоть, поэтому щелкунчик. Ха-ха-ха. ...обновлялся им. Особенностью Ловкрафта является та непередаваемая атмосфера, которая царит в его книгах. Он создает... Не, книги нормальные. Книгам вообще никаких претензий. Ну, то есть, авторы... Авторы одни из самых топовых, на мой взгляд, были перечислены. Ну, то есть, я, в принципе, поддерживаю такую литературу. ...взаимосвязанные миры. Причем разница между этими произведениями может быть... Да, кстати, он упомянул Эдгара По, значит, он на него повлиял. Непонятно, откуда автор вообще берет влияние. Гоффман клевый, кстати. Гоффман клевый, да. Кое-кто переводит треки, как лолипоп. И тем более тот, который вылезут в поле, будут землю жрать полиглот. Да, да, именно. Огромное. Но Говард знал, как это можно связать красиво. А его непредсказуемые концовки это нечто. И если проникнуться к... А норма, что мне почти ничего нестится, мне тоже почти ничего нестится, Юра, кстати. Не знаю, норма это или нет. И читать ночью наедине, то можно испытать настоящий ужас. Словно от просмотра хоррора. От себя порекомендую «За гранью времен», «Хребты безумия» и «Алхимик». Окси считает его центральной фигурой в своей жизни. И в 2015 году выпустил трек, о котором вы, наверное, уже и забыли. Называется «Ашпел». Это инициалы Лавкрафта. На протяжении всего трека идут многочисленные отсылки к произведениям Говарда. То ли птицы в лесах молчат, то ли всем кажется так. В колодцах яркие цвета, не слышны даже цикад. Таким образом, Мирону дает дань памяти одному из любимых авторов. Окси взрослел, и его... Да, Окси прочитал несколько книг. Какой он охуенный. 20 человек просто невероятный. Гений литературы. Поэт, писатель, музыкант-то какой. Ммм... Ведь никто же больше книги-то не читал, да, наверное, верит? Наверное, какое-то исключение, реально, вообще, во вселенной. Окси, Мирон прочитал несколько книг. А когда он Кэпом был, а начинал еще вот... Целый раунд посвятил буквально одной книжке по культурологии. Не самой лучшей, на самом деле. Это, конечно, да. Это тоже было очень круто. Очень, да, очень... Такой ум. Такой великий, великий, великий гений. Окси, Мирон. В литературе только усиливалось. Появлялись новые фавориты, такие как Майеринг, написавший один из первых бестселлеров 20 века Голем. Хармс, произведения которого стали известны только после смерти автора. Самобытный... Хармс крутой. ...и почерк... Но, слушайте, чисто так интуитивно, судя по всему, у Окси Мирона нормальный такой литературный вкус. То есть, откровенного говна из всего, что я здесь видел, ну, нет. Если автор не придумывает... Если автор сейчас не придумывает, что он их реально считал, они на него повлияли. Ну, то есть, ну, блин. Сакира, придуманные собой же слова. Черный юмор, это то, что отличало его от всех остальных. Поэзия, тоже имела место в литературных предпочтениях Окси. Гумилёв. Гумилёв норм. Мандельштамм. Мандельштамм не нравится, хотя мало читал. Может быть, тоже норм. Блок. Есть. Блок не нравится. Блок примитивный, по большей части. Есть видео, где мир... Ну, мне нравится, что блок начал дольник применять, но... Такое. Ну, это такое. Декламируют стих. Кстати, заметьте, Серебряный век. Как бы, ребят. Ну, Серебряный век лучше золотого, и поэтому, ну, опять же, Как отличить человека с хорошим литературным вкусом от человека с плохим литературным вкусом? Это как раз, если ему нравится Золотой век меньше, чем... Больше, чем Серебряный. Или наоборот. Короче, если человеку нравится Серебряный век больше золотого, тогда это человек, ну, более-менее такой приемлемый. С ним можно о чем-то говорить. Их последнего. За городом вырос пустынный квартал на почве болотной зыбты. Блок. Я по каким критериям, блок мне не нравится совершенно. Ну, то есть, блин, у нас падение произошло стрима. Мать твою. Мы вернулись, да? Небольшое падение было, проседание сейчас. Ну, ладно, продолжаем. Там жили поэты. Ну, друзья, блок получше Маяковского будет в каком смысле? Я не считаю, что Маяковский, кстати, гений большой поэзии. Ну, просто среди русских он не самый примитивный. А если мне нравится и Золотой, и Серебряный, ну... Ну, вы на двух стульях просто сидите, как... Каждый встречал другого надменной улыбкой. Напрасный день лучезарный вставал над этим печальным болотом. Его обитатель свой день посвящал вину и усердным работам. А также Бродский в стиль Бродского мгновенно... О, Бродский. Да. Мой друг Дима однажды, в общем-то, написал цитату, когда кто-то, в общем-то, хвалит Бродского. В общем, мы просто присылаем ему такой мем. Иди, соси у Бродского. Такая картинка, соси у Бродского, и все. Да. Ну, Бродский такой себе, честно говоря, тоже ноль баллов. С кем? Кирилл, приветствую, простите. Больше просто чат бежит, я не могу совсем здоровиться. Ну, у Бродского есть несколько интересных стихов, но по большей части это такая попса откровенная, что, ну, простите, Бродский, Иосиф, ну, вот-вот никуда, никуда. Вена въедается в мозг, и очень тяжело его оттуда вывести. Но в нем нет спонтанности, импровизации, ибо все... Да, Бродский действительно достаточно унылый, автор здесь как бы, ну... Ну, то есть, это даже не блог. Это, честно говоря, это даже не блог. А как тебе Рэмбо? Рэмбо норм, Рэмбо норм. У него есть хорошие стихи, например, стих про цвета, мне очень нравится. Стихи продуманы до мельчайших деталей, для рэпа это в самый раз, а для... Ха-ха-ха-ха-ха-ха, для рэпа это в самый раз. Там, прости, извини, и письма зажги как мост, йоу, я ебал твою мать, потому что она ебала кос. Ееее! Уоу-оу-оу-оу-оу! Вот для рэпа в самый раз пошло. Простите, простите за маты. Бродский или Есенин, наверное, Бродский. У Есенина вообще ни одного стиха крутого я не видел. Не очень. На баттле с Эсте Окси упомянул книгу... Братынского, кстати, не читал, не читал, только слышал. Мастер и Маргарита, он упомянул книгу Мастера и Маргарита, ничего себе, вот это да, вот это да, вот это фантастика. Знаете, что о нем просто сразу все говорит, а? Его любимая книга, это Мастер и Маргарита. Мастер и Маргарита говно, ну не то чтобы говно. Но ладно, она интересная, есть интересные моменты, я бы оставил первую часть, первая часть она очень насыщенная, очень интересная, там хорошие образы, там отсылки к Канту есть даже. То есть первая ее часть, вот она норм. А потом начинается куча мусора, потом еще появляется опять Волант несколько, там где появляется Волант и его свита, в основном его свита как бы тащит, его свита тащит. Все остальное скучная дрянь, которую просто надо выкинуть из произведения. На мой взгляд так, если бы вся книжка Мастера и Маргарита была написана на уровне вот этого вот... Спасибо вопросник месту. Не смотрел, но заказываю. КТПС двое точь и слеж, слеж, я вот тут точка бы, слеж, хц3 дудуксов, не смотрел, но заказываю, подчеркивание. Интересно. Говноси... говнософия, 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 да, получается? Танец. Заказали нам какой-то. Как тебе тысячеликий герой? Там отстойный концепт, как бы. Там концепт, который не выдерживает никакой критики. Какие запахи предрассудков на этом стриме? Я не знаю, кстати, под каким ником сидит вопросник. Мастер Маргарита. Бля. Нихуя не избита. Он считает ее переоцененной. Ну, то есть, смотрите, если бы, в общем, вот этот вот момент беседы Берлиоза, в общем-то, был бы... Вот вообще, если бы вся книжка выдерживала бы такой уровень, вот плюс-минус, плюс-минус, как бы, не знаю, на каждом этапе развития книги были бы события вот такого уровня. Это была бы очень клевая книжка. Прям была бы, ну, очень крутая книга. Но не выдерживает. Там есть настолько, вот, падение вниз, ее просто читать порой, ну, невозможно. Местами-то реально книжечка для девочек. Сюжет выстроен грамотно и захватывает, но любовная линия слишком пошлая. А книги, которые повлияли на Окси больше всего... Ну, то есть, да. У того же Булгакова есть книжки сильнее. Основаны на реализме и автобиографичны от двух похожих авто... А, Тысячеликий герой, это просто, ну, здесь Булгаков ни при чем. Тысячеликий герой, это культурологическая книга, которая, в общем-то, о которой он в баттле упоминал в одном. Венедикта Ерофеева, Москва-петушки. Хотя в нем есть элементы мистики. И книга мертвых от Эдуарда Лимонова. Она... О, да, Эдуард Лимонов, прям гений литературы. Ну, окей, это как говном обмазаться. Особенно многогранно. Постоянная смена девушек, знакомство с Бродскимцей. Все это интересно, и ты сопереживаешь герою. Да, 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 Лимонов, Лимонов. Если вы никогда не читали и думаете это исправить, то рекомендую начинать именно с автобиографии, потому что их очень легко... Можешь посоветовать что-то похожее на Ремарка, понимаете, Влад Гок? Я не то, чтобы читал Ремарка, я вообще не читал Ремарка. Ввиду того, что такая литература, как у Ремарка, мне, в принципе, не понравится. Я не ориентирован на литературу, похожую на литературу Ремарка, поэтому я вряд ли что-то похожее вообще читал. Если я читаю что-то похожее на Ремарка, я такой, ну окей, нет, я не буду это читать, до свидания. Пост проецирует на себя, и они простые в понимании. А в одном из... Хотя я не считаю, что это плохая литература. Ну вот, просто есть литература, которую я не читаю. В следующих видео ждите полный разбор отсылок на одном из самых крутых треков Оксимирона. Хотя на первый взгляд он кажется вполне заурядным, но при детальном рассмотрении там есть чему удивляться. В описании к этому видео вы найдете архив с книгами... А вот господин Орлов говорит, что Лимонов гений. Нет, Лимонов умственно отсталый старик. И он еще некоторое время не был стариком, конечно же, но все равно умственно отсталый. Ну то есть, здесь вообще писатель не может быть умственно отсталым. Лимонов умственно отсталый, все. ...книгами, которые я упомянул в этом выпуске. Что у Лавкрафта прочитать, я мало Лавкрафта тоже читал и не советую. Большое спасибо всем тем, кто посмотрел данное видео до конца. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, любите рэп и всем удачи. Да, рэп это, конечно, круто, да. Как рифмует Оксимирон? Как рифмует Оксимирон? Как рифмует Оксимирон? Берем любые два слова. Не знаю. Обязательным условием. И потом мы рифмуем с другими двумя рандомными словами, которые тоже рифмуются. Так. Обязательным условием. Так. Я слово условием не могу сейчас придумать, срифмовать. Ну ладно, нет, давайте. О сумме и дате, опоссумы, солдаты бегут в бой и мочат всех. Счета, выписки, клевета и письки. Типа как рифмует Оксимирон. Это реально на полном серьезе надо разбирать то, что он состоит в двойные тупые рифмы, которые может делать любой тупой школе как бы. Окей, окей. А целых пять минут разбирается, как рифмует Оксимирон. Обязательным условием усы на блюде. Усы на блюде давайте срифмуем. С оси у Иуды. Все. Двойная рифма сложена. Видите, я Оксимирон. Это гениально. Никто бы никогда в жизни не додумался так рифмовать, конечно. Только высшие разумы могут так делать. Условия, пустословия. Окей. Пустословия, лишние слоги. Слог там лишний. Трусы в Итюде. Да, да, именно. Ну, то есть, ну, ребят, это настолько просто. Настолько просто, что вы просто подбиваете строчки под рифмой. У него поэтому не связанные тексты. Из-за этого. Из-за этого. Там не связанные тексты полностью. Что у нас тут? Лучший трек Оксимирона. Смысл, отсылки? Загадки. Вот загадки. Это да. Загадки Оксимирона. У любого успешного музыканта есть бенгеры. Это те композиции, которые взорвали. Их знают наизусть. А при упоминании артиста идут ассоциации именно с этими треками. Им посвящают разборы. Делают каверы. Загадки Оксимирона в текстах, а? Скачивают смысл. Скачивают на рингтоны. А на концертах просят исполнить на бис. Однако бывает так, что в тени остаются не менее достойные работы. Они не получают народной любви. Не всем понятен сюжет. Не всех прокачивает бит. И так далее. Причины могут быть разными. В ролике про книги Окси я говорил, что мы разберем очень крутой трек. И если вы подумали, что это «Где нас нет?», «Нет мира сего», «Город под подошвой», «Песенка Гремлина» и так далее, вы ошиблись. Конечно, эти треки хороши по-своему. Но как мне кажется, одним из самых лучших треков за все время является «Работа», «Цифры и цвета». Сам альбом «Вечный жид» является тем релизом, который в то время перевернул игру. Его расслушали музыкальные журналисты. Перевернул игру. Самый же популярный рэпер сейчас был безработным, который скитался с места на место в попытках прожить и чувствовать себя... Цифры и цвета дадут послушать? Я просто не в курсе. ...комфортно в Европе. Да, мы смотрели книги от Окси. Альбом много раз переносился. То из-за участия в 14-м независимом, то из-за сырости материала. В ролике про рифмы Мирона мы уже поднимали тему, что раньше Мирон использовал рифмодрочные схемы. Пытался рифмовать чуть ли не на каждый слог. Экспериментировал со смыслом, со звучанием. Однако со временем он нашел тот баланс, который позволил ему охватить все большую и большую аудиторию слушателей. И стать папсой наконец-то. Время Окси и Шок были теми, кто противопоставляли себя всему русскому рэпу. Они ставили акцент на флоу, рифмах и технике. Чего так не хватало ру-рэпу? Ведь тогда в приоритете был подъездный саунд, что уж там говорить, если в то время АК-47 собирала полные залы. И ничего не предвещало... Да, АК-47 и потом в итоге Шок тоже самое начинал вещать и... Уууу... То, что... Батл-рэп. В 2017 будет вот так. Но давайте о треке. Само название, цифры и цвета весьма символично. В нем можно наблюдать автобиографию Окси. Причем не просто факты, а построенные весьма необычным способом с помощью цифр и цветов. И сегодня я разберу именно цвета на первый куплет с цифрами, а вторая часть с цветами выйдет на следующей неделе. И для того, чтобы ускорить ее выход, вы знаете, что нужно сделать. Есть подозрение, что Окси обладает синестезией. Это нейрологический феномен или дар божий, который часто присущ творческим людям. Его суть в том, что при раздражении одной системы вход могут включаться совершенно никак не связанные с ней. Например, вы стоите в магазине, наблюдаете продукт, вы ни разу его не пробовали, но с помощью фантазии можете представить, какая у него начинка. Какой запах, какой на ощупь. Или про... А это же самое дело Рэмбо. Как ни странно. С цветами. Вводите в голове математические вычисления, и каждый символ представляется вам определенным цветом. То весьма вероятно, у вас синестезия. Я рос один, только два капитана, три мушкетера, четыре танкиста делали картину путевой... Круто. Перечисление текстов. Окей. В этих строчках мы видим сразу четыре числительных. Один. Мальчику не всегда удавалось найти общий язык с окружением. Два капитана, три мушкетера, четыре танкиста и собака. Здесь также наблюдаются числительные. Причем это название литературных произведений, которые имеют в себе числа. О боже мой, какой же Оксимирон гений-то. Ух ты господи. Сами же произведения имеют общие черты. Это приключения, которые... Не знаю. Я жил один. У меня был Фауст, Гёте, Дикий мир будущего и Индийская философия Радха Кришнана. Йоу, вот это смысл, вот это мысли. Надо еще с цифрами, да, подобрать, чтобы было? Не знаю, с цифрами немножко посложнее будет. Но, но тоже не сложно. ...которые переплетаются с военной тематикой. В них показано, что такое настоящая дружба, которой так не хватало Мирону. Именно эти книги любят подростки. У меня было пять, я был гадкий лебединый утенок. От шести до семи я... О, отсылка на лебединого утенка Ганса Христиана Андерсона. Вау, о боже мой, он гений. Серьезно? Я с ненавидел учебу... О, господи. В следующих двух строчках мы наблюдаем пять, шесть, семь. Что такое усиление в гегелинской философии, честно говоря, я не знаю. Тут все понятно. Оксимирон вспоминает свое сложное детство. И описывает переживания, связанные с этим временем. Лебединый утенок, да. На колесе восьмерка во дворе спалили девятку... О, да. Девять с половиной недель все объяснили... Дальше у нас описание все того же сложного детства Мирона. Восьмерка на колесе весьма неприятное явление. Спалили девятку... Да, восьмерка на колесе, это, конечно, неприятное явление. Вероятная отсылка к криминальным временам, на которые выпало детство Мирона. Да... Девять с половиной недель. Это фильм и книга... О май. Книга эротического содержания. Непонятно, что именно имел Окси в виду. Но факт в том, что Мирон рос, и повествование идет последовательно. Я досчитал на десяти нахуй прятки каждую осень. И вот Мирон... Мирон уже досчитал до десяти, и тут опять двойной смысл. Это поймут те, кто играли в детстве... Привет, Даниил. ...в прятки. Если сейчас дети вообще играют в такие игры. Человек, который всех искал, отворачивался. Считал до десяти. Люди прятались, и он сообщал, что идет всех искать. Блядь, что ни напиши, этот мудак мог бы это разобрать как просто, ну что-то гениальное. Вот просто... О, господи! В те времена Окси учился в Германии. Там есть осенние каникулы, которые длятся две недели в октябре. И, видимо, когда он прилетал в Россию, именно этим он занимался. Против бумажный самолет. Вы не поверите, это отсылка на 11 сентября. Ничего себе, какой оксиумный. Тут все просто. 11 сентября 2001 года случился один из самых крупных терактов в истории человечества. И музыкант опять же показывает свой бунтарский настрой. И в этот день вашему покорному слуге исполнилось 5 лет. Говорят, ты ободрал 12 колен, чтоб собраться наверх. Я пятницу 13 смотрел. 12 колен это 12 сыновей Иакова или Израиля. Которые были в Библии. Сначала мир... Блять, ребят, это все шизофазия. Тупая, вообще никак не связанная друг с другом. Он обращается к золотой молодежи. Ведь тут ободрать колени применяется в смысле использовать связи и возможности своих родственников. Сам же рэпер противопоставляет себя им и показывает, что он ободрал свои колени, пока взбирался наверх. А причем здесь пятница 13. Это культовый фильм ужасов, который показывает историю мальчика об... Оксимирон в детстве приблизительно так выглядел, друзья. Вот-вот как-то так. Поэтому у него было трудное детство. ...обладающего гидроцефалией. Он изгой. Его воспитывает мать и не пускает в детский садик и школу, ибо там над ним будут издеваться. В конце концов, этот мальчик становится повёрт... У нас там немного видео осталось, друзья. Давайте заказы кидайте, будем ускорять. ...поражающий всех мачете. Вполне возможно, что Мирон видел в Джейсоне себя и представлял, что все, кто издевался над ним, познают возмездие. Потом иммиграция, плен, меня в нём носит и носит 14... Рофлет золотой молодежи учился в Оксфорде, да. Потом иммиграция, плен, меня в нём носит и носит... Ощущал себя на 88... Вы не поверите, отсылка на 1488... В очередной раз Мирон описывает сложности иммиграции. Да, сложно. А вы бы хотели превоплотиться в какое-нибудь другое... Да, конечно, много раз хотел. Тяжело ему жилось за границей. Он находился словно в плену унижений, насмешек, избиений, но вынужден был терпеть, ибо бежать некуда. И к 14 годам он ощущал себя словно старик, 88 лет, опытный, познавший всё, и который уже не боится смерти. Но 1488 не случайны, тут мы... О господи, ничего себе они не случайны, ведь никто же не знает, что... Может быть сразу три смысла. Три смысла. Первых, это лозунг или приветствие для белых националистов. 14, это количество слов в фразе Дэвида Лейна. А 88, это количество слов в знаменитой цитате Адольфа Гитлера в его книге «Майндкамф». Также эти числа имеют разные аргументации. Возможно, это было использовано, чтобы не продолжать последовательное чередование числительных, и изменить структуру текста. И, наконец, последняя догадка. Это граница между периодами жизни на до... ...и после. От беззаботности до жизни будто находишься в аду. Но вот тут уже окончательно сбилась последовательность. Это очередной шизофазический текст Оксимирона, который связан единственное с тем, что задумка есть с числами. Он просто повторяет определенные числа, создаёт... ...проводит весь текст через определенные числа, и это очень просто делать. И это не оригинально, это уже было. Мирон показывает, насколько он коммуникабельный, и как он быстро разжился с знакомствами и контактами. 38 попугаев и 44 веселых чижа. Это название советских произведений, благодаря которым Мирон проводит параллель с реальной жизнью. А именно тех людей, которые дарят положительные эмоции, он ассоциирует с чижами. А тех, кто навязывается и не даёт жить спокойно с попугаями. Кому тут ещё одна ночь, такое мнение одно... Личные переживания, связанные... О боже мой, отсылка на тысячу и одну ночью, шахеризады, ничего себе! Ничего себе, какой он гений, прям... ...женским полом. Привет на дно, 20 тысяч ле под водой. О боже, отсылка на 20 тысяч ле под водой. О господи, никто же не читал эту книгу. Да, это же не очень известная книга, наверное, не все читали. Это отсылка к одноимённому произведению Жуля Верна. Ооо, спасибо, что подсказал, а я не знал. Мирон подводит нас к завершению этого куплета, показывая, что всё ещё он находится на дне. Почему текст состоит из одних тупых отсылок, и это никаким образом... ...никак не связано в единую структуру? Почему? Эти цифры и цвета, тысячи цитат, визы паспорта, всё растворится без следа. И всё, что испытал, все лица и скитания, резки нищета, сохранится лишь в моих текстах. Какая же хуйня. Господи, реально, реально кому-то это нравится. Боже мой. В спи певе, Мирон делает акцент на том, что после его смерти Келло уйдёт, но все воспоминания, переживания... Да, на это он и делает акцент. ...то, что он испытывал, останется в его текстах, и любой человек сможет спроекцировать их на себя и из них материал. Да, так и есть, ведь всё вот это вот хуйня. Эти цифры и цвета, тысячи цитат... ...вы запас ...в моих текстах... ...сохранится твоя пизда... ...один, два, три, четыре, пять, шесть, два... ...восемь, девять, десять, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, восемнадцать, двадцать, е... блять что за херня как же как же меня это убивается нахера нахера ты так трактовать тупо и в припеве мирон делает акцент на том что после его смерти тела уйдет но все воспоминания переживания тоже до отсылки ради отсылок и все это какой-то пост модерн без вообще какой-то идейности сверху плюс жизнь оксимирона через это прописано какой он бедный какой он бедный какой он бедный да так не его жалко поехали дальше